Итак, здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем курс лекций, посвященных объектно-ориентированному программированию. Изучать объектно-ориентированное программирование мы с вами будем на примере языка C-Sharp. Для того, чтобы понимать урок этого курса, вам уже необходимо обладать какой-то базой, какими-то базовыми знаниями и базовыми навыками написания кода на языке C-Sharp. Если вы это умеете и знаете, то можете спокойно слушать курс, вам будет все понятно. Итак, давайте поговорим сначала об ООП. Что такое ООП, про которое мы будем сегодня говорить весь урок и разбирать. Значит, ООП – это парадигма программирования, в которой основными концепциями являются понятия объектов и классов. И вот сегодня наша с вами задача – четко уяснить разницу, разобрать эти понятия объект и класс, что это такое и как с этим работать. Если вы до меня пробовали когда-то с этим разбираться, у вас уже есть какие-то знания на этот счет. Но если у вас есть какие-то недопонимания, я вам не советую этот урок пропускать. Я вам советую дослушать его до конца и все свои белые пятна и белые пробелы в знаниях насчет ООП устранить, чтобы в дальнейшем у нас не было с вами никаких затруднений и проблем с новым материалом, потому что дальше будет материал сложнее. Итак, давайте начнем сначала. Что такое класс? Класс – это конструкция языка, состоящая из трех частей. Давайте разбирать. Вот вы видите, здесь на девятой строке создан класс. Waterfly – класс бабочка. Из чего он состоит? Во-первых, мы видим ключевое слово «класс». Потом, что идет? Идет имя этого класса. И третья составляющая – тело класса. Вот эта конструкция языка. Это тип данных, можно его так называть, которая состоит вот из этих трех частей. Хотите создать класс? Пишите ключевое слово «класс», имя класса и тело. В теле сейчас поговорим, что будем описывать и что составлять. Чисто технически, что такое класс в языке программирования, понять несложно. Но изучая ООП, очень важно проводить проекцию между жизненными сущностями. Это какими? Это объектами нашей объективной реальности. И накладывать эту проекцию на объекты виртуальной реальности. Виртуальная реальность – это та, которую мы с вами вот здесь создаем в Visual Studio. Давайте поговорим о классе как о философском значении с точки зрения философии. Как понимать, что такое класс? Потому что технически понятно, какой-то тип данных. Зачем он нужен, пока не ясно. Почему без него нельзя обойтись? Для того, чтобы это понять, нам нужно с вами абстрагироваться сейчас от виртуального мира и вернуться в наш реальный мир. В школе мы с вами все изучали зоологию, ботанику. И изучая объекты нашего реального мира, вы помните, вот здесь как раз в Баттерфляй написано, давайте начнем с бабочек. Что такое бабочки? Бабочки – это класс. Это собрание по общим каким-то признакам, характеристикам насекомых. Вот если я вам сейчас скажу, представьте себе в голове бабочку какую-нибудь, вообразите любую. Что вы вообразите? Если вы видели махаона, вы представите махаона с его расцветкой, которая вот только ему свойственна, с его размерами, с его формой крыльев и так далее. Если вы где-то видели в поле полевые бабочки, они попроще. Представите какую-нибудь капустницу, такая там лимонного цвета, вот у нее такие крылья округлые, такой цвет у нее беловатый, светлая она. Вы представите, что конкретный объект, конкретно капустницу, конкретно махаона, конкретно еще кого-то, но просто бабочку вы представить не можете, правильно? Я вам скажу, представьте просто бабочку. Как это понять? Нельзя представить просто бабочку. Можно представить конкретный объект, конкретную бабочку представителя класса бабочек. У нее будет свой вид четкий и так далее, свой набор характеристик. Так вот, класс в программировании – это то же самое, что и класс в жизни, класс бабочек. Это некое абстрактное понятие, это некий шаблон, по которому потом мы будем создавать объект. Класс может содержать в своем теле, вот здесь вот мы видим, поля и методы. На 11-й строке мы видим поле name, а на 13-й строке мы видим что? Мы видим обычную функцию. Функции в классах – это методы, а переменные в классе называются полями. Так же и в жизни. Что есть у бабочек? Что они могут делать, какие-то действия выполнять, летать, собирать нектар, питаться нектаром и так далее. И то, какие они. То есть описание самой бабочки, какая она большая, маленькая, с какими крыльями, с красными, зелеными. Есть свойства объекта бабочки и есть то, что она может делать. Вот так же и здесь. Есть то, что описывает объект. Это свойство name. И есть то, что объект может делать. Объект может летать. В данном случае мы создали класс butterfly, метод, создали fly, который ничего не принимает и ничего не возвращает. И мы создали поле name, которое будет хранить в себе название бабочки. Вот мы провели с вами четкую проекцию с реальным миром. Все как в жизни. ООП оно и построено по принципу нашей с вами объективной реальности. То есть как вы мыслите, как мы люди привыкли мыслить в этом мире объектами, классами, абстрактными, какими-то сущностями. И вот точно так же и здесь. Все это переносится в программирование. У нас есть класс бабочек. Что есть у бабочек? У каждой бабочки есть какое-то название, там свой вид. И каждая бабочка может летать. Это минимум, который мы сейчас здесь написали. Там можно дальше еще какие поля, которые могут описывать бабочку сделать. Там цвет крыльев. Там длину тела, размер крыльев, размах крыльев и так далее. И так же можно еще методы дописать, что бабочка может делать помимо того, как она летает. Какие действия ей доступны. Вот таким образом. Давайте еще раз повторим. Класс в программировании – это некая конструкция, которая состоит из ключевого слова «класс», состоит из имени и состоит из тела. В своем теле класс может содержать поля, методы, свойства и события еще может содержать. Но пока мы с вами остановимся только на полях и методах. К свойствам сейчас еще сегодня подойдем. Поля определяют состояние, а методы определяют поведение того объекта, который будет создан по шаблону «баттерфляй». То есть класс – это некий шаблон, по которому мы создаем объекты. Давайте посмотрим. Вот на 23-й строке я создаю переменную «махаон» какого типа? Типа «баттерфляй». То есть если до этого с вами, когда мы только начинали изучать азы программирования C-Sharp, мы изучали с вами стандартные типы, встроенные как «int», «string» – это типы, которые не мы с вами создавали. Кто-то их за нас создал и дал нам возможность ими пользоваться. Сейчас мы уже, оказывается, узнаем, что мы можем сами создавать свои собственные типы. Вот, пожалуйста, мы создали тип «баттерфляй». Теперь создаем переменную своего типа. Тип «баттерфляй» – переменная «махаон». Создаем объект уже, можно сказать. Чтобы создать объект, мы используем ключевое слово «new» обязательно. Значит, зачем оно нужно, если простым языком объяснить, не вдаваться в эти сложные понятия, которые не будут вам сейчас понятны. Давайте скажем по-простому, как понять, что такое слово «new». С помощью слова «new» мы как бы с вами говорим компьютеру, просим его выделить нам место на «куче». «Куча», кто с этим раньше понятием не сталкивался, я вам скажу, что «куча» – это специальная область памяти, которая может хранить в себе уже готовый объект. Вот так это можно запомнить и понимать, это будет правильно. Если вы скажете такое определение преподавателю или где-то на собеседовании, это не будет ошибкой. То есть «куча» – это специальная область памяти, которая может хранить в себе уже готовый объект. Хорошо. С помощью ключевого слова «new» мы просим компьютер выделить нам место в памяти. Хорошо. Другими словами, мы с вами создаем объект. Все. Создали объект «mahaon». Теперь мы знаем, что у объекта есть что? Есть то, что описывает состояние этого объекта, и есть то, что описывает поведение нашего объекта. Состояние описывает у нас поле «name», а поведение в данном случае описывает метод «fly». Вот мы можем, пожалуйста, на объекте «mahaon» обратиться к полю «name» и присвоить ему какое-то значение. Вот присвоим бабочку «admiral». Вид такой. Потом что мы можем сделать? Обратиться к нашему объекту «mahaon» и на объекте вызвать метод «летать» «fly». И вот 10 раз конструкцию «for», я надеюсь, вы уже знаете, изучали ее раньше. Мы 10 раз на консоль выведем строчку «fly, fly, fly» «летать». 10 раз она будет нам махать крыльями, например, наша бабочка. У нее теперь есть четкий вид, мы ей дали. И определили действие, что она может делать. Давайте посмотрим. Так, соберем решение. И запустим без отладки. Вот, пожалуйста. Мы видим, как выполнился метод «fly». Хорошо. Это есть. Значит, что сейчас нужно уяснить на данном этапе? Четко, что такое класс. Еще раз повторим. Если вы слышите, обращу ваше внимание на то, что я в курсе, повторяю несколько раз одно и то же. Это не потому, что вы не можете этого понять как-то неспособны с первого раза или потому, что мне нравится повторять, а потому, что это обычный нормальный психологический прием, который позволяет лучше запомнить вам ту информацию, которую я вам даю. Итак, на данном этапе урока вам нужно понять, что такое класс, что такое поле и что такое метод. Класс – это конструкция языка, состоящая из ключевого слова. Класс, имени и тело. Другими словами, это шаблон, по которому создаются объекты. Поля определяют состояние будущего объекта, а методы определяют поведение будущего объекта, который мы будем создавать. Вот, пожалуйста, мы с вами это и сделали. Отлично. Давайте посмотрим, о чем мы с вами еще не поговорили из того, что видим на экране. Вот, обращаю ваше внимание на модификатор паблик. Что это такое? Это так называемый модификатор доступа. Сейчас, на сегодняшнем уроке, мы с вами поговорим о двух модификаторах доступа. Это паблик и правит. Модификаторы доступа определяют видимость членов класса. Что значит видимость членов класса? Ну вот, смотрите, мы с вами создали открытое поле name. Открытое. Паблик открытый. Это значит, что поле name будет доступно на объекте вне класса. Могу я обратиться к нему и присвоить ему значение? Могу. Пожалуйста. Вот. Махаон. Через точку обращаюсь к свойству name и присваиваем ему значение. А теперь давайте мы паблик заменим на модификатор private. Вот, пожалуйста, private. И видите, нам сразу красные линии, что подчеркнули свойства name. Точнее, не свойства, сейчас это еще, а поле. Поле name. Мы уже не можем на объекте напрямую обратиться к данному полю и присвоить ему какое-то значение. То есть вот это пока закомментируем. Потому что сейчас, в данном случае, когда мы изменили модификатор доступа, на 24-й строке у нас ошибка. Ошибка. Давайте посмотрим, что же с этим делать. Можно подумать. Первое решение, которое уходит в голову, вернуть модификатор доступа паблик. И все будет хорошо. Но на реальных проектах, и вообще не советую вам и на своих проектах частных, делать такие вещи, как открывать поля для общего доступа вне класса. То есть никогда, запомните, никогда не следует делать поля открытыми. Это плохой стиль. Для обращения к полю рекомендуется использовать методы доступа. Вот давайте о методах доступа мы с вами сейчас и поговорим. Вот у нас есть закрытое приватное свойство name. То есть паблик – это открытое. У нас есть доступ к этому свойству на объекте вне класса. А если private мы используем, то у нас нет доступа к этому полю на объекте вне класса. Вот в этом разница – паблик и private. Для того, чтобы получить доступ к полю, нам придется с вами создать два метода и попросить объект самому заполнить значением свое поле name. В реальной жизни. Давайте с вами, чтобы вы запомнили этот момент, приведем пример из реальной жизни. Потому что чаще всего ученики запоминают какие-то сложные вещи из ООП только после того, как мы приводим пример из реальной жизни. Чтобы было понятно, зачем это нужно. Вот представьте. Мы с вами идем по улицам. Вместе вы только что с парикмахерской вышли, сделали какую-то там прическу себе модную такую, красивую. Так все аккуратно. Там накрученные кудри. Все. Все сделано хорошо. Идем. Осень. Падают листья. И вдруг мы проходим там по аллее. И с деревьев вам на волосы, на прическу падает несколько листьев сухих. И это, естественно, не очень красиво смотрится. И я это вижу и говорю, вам листья на голову упали, давайте я стряхну. И начинаю небрежно, неаккуратно, на ваш взгляд, может быть, на мой это аккуратно, а вам это показалось грубо и неаккуратно, стряхивать с вашей головы, с вашей прически вот эти сухие листья. Ну и, естественно, я могу что? Повредить вашу прическу. Правильно? То есть там где-то нечаянно, то есть кто-то там силу может не рассчитать, как-то излишне смахнуть и все. Если там были какие-то хвости или что-то, можно все повредить. То есть вам такое отношение к себе не понравится. Правильно? Когда у меня будет доступ к чему? К вашему состоянию. Когда я могу легко так взять и своей рукой изменить ваше состояние, изменить вашу прическу, испортить ее. Или если вам соринка в глаз попала какая-то, она вам мешает. Она изменила ваше состояние. То есть тоже, если я полезу своими руками вам ее доставать, вам может что-то не понравится. Так же любому объекту, который мы создаем, мы должны подумать о том, чтобы никто извне не мог причинить ему какой-то вред. Чтобы ни у кого не было возможности безнаказанно менять состояние нашего объекта, который мы создаем. Потому что за состояние объекта отвечает что? Отвечают поля. Это мы уже сказали. Вот это поле отвечает за состояние моего объекта. И я не могу никому извне позволить вот так просто взять, обратиться к моему состоянию и изменить его. Как и в реальной жизни, это нехорошо. Так же вся эта этика переносится и в ООП. Я не могу никому позволить менять безнаказанно состояние моего объекта. А что мне нужно сделать? Вот давайте вернемся на аллею, там, где мы с вами находимся. Мне нужно обратиться к вам и сказать, что я заметила, что у вас на прическе сухие листья осыпались. Это некрасиво смотрится. Вы достанете зеркало сами и сами аккуратно уберете у себя эти листья. И сами аккуратно соринку из глаза у себя уберете. Там уже чистыми руками, салфеткой, сухой, влажной, неважно какой чистой, сами сможете решить эту проблему. Я обращаю ваше внимание на эту проблему, а вы сами уже аккуратно меняете свое состояние, так как вам это нужно. Или позволяете мне. Уже сами позволяете. С вашего разрешения я аккуратно тоже решу эту проблему. Стряхну листья аккуратно или помогу вам подержать зеркало, соринку убрать из глаза и так далее. Вот так же и здесь. Вся эта этика переносится в программирование. Мы должны только с позволения объекта самого менять его состояние. Как это сделать? Мы знаем, что за любое действие объекта отвечают методы. Вот давайте с вами создадим первый метод. Открытый уже. Так вот, public метод, который не будет ничего возвращать. И назовем его setName. Метод, когда объект сам сможет присвоить значение своему полю. Передадим вот сюда переменную. Типа string, потому что у нас name типа string. И вот сюда мы передадим тоже значение типа string. Так, еще один момент о скобочках. Вот таким образом скобочки, когда одна скобочка, открывающаяся на одной строке рядом, прям на одной строке с именем метода, а вторая снизу так пишут джависты. То есть, если вы хотите стиль именно датнетчиков или людей, программирующих на C-Sharp, то вы обязательно должны скобочки с новой строки поставить. То есть, есть у нас у программистов, у каждого свой стиль. Джависты пишут в определенном стиле, мы пишем в другом стиле. В принципе, можете выбрать для себя любой, какой нравится. Но если будете работать среди датнетчиков C-Sharp разработчиков, вы будете уже видеть код, написанный вот в таком стиле, когда открывающая скобочка находится уже на новой строке, не на одной строке с именем метода, и закрывающая наравне с ней. То есть, лучше писать вот так, если вы пишете на C-Sharp. Потому что на проекте вам придется писать так, как пишут все. А все будут писать вот так, в этом стиле. Поэтому привыкайте сразу, скобочку, если здесь открыли, перенести ее на новую строчку. Это будет правильно. Такой стиль есть. Такой стиль будем его соблюдать. Так вот, мы сейчас создаем метод setName, с помощью которого сам объект своему полю, приватному полю name, сможет присвоить переданное значение. Хорошо, дальше мы к нему еще вернемся. Таким образом, объект присваивает значение поля. А как получать? Давайте создадим еще одно открытое. открытый метод, открытую функцию, которая будет возвращать нам присвоенное значение. Если возвращать присвоенное значение, какого типа мы должны вернуть? Типа string. Вот так и пишем тип string и getName. Все. Здесь нам уже не нужно передавать никаких аргументов. мы просто возвращаем значение поля name. Вот таким образом. И уже вот здесь что мне нужно будет сделать? Как мне теперь присвоить значение поля? Я использую метод setName. Давайте обратимся к нашему объекту Mahaon. к нашему Mahaon. Вызовем на нем метод setName. И вот сюда уже передадим нашу строчку. Адмирал. Вот таким образом мне нужно поступить. А как получить значение, там вывести на экран, мы будем обращаться к свойству getName. Также на Mahaon, объекте Mahaon, мы вызовем свойство getName. И вот это будет правильно. Теперь, казалось бы, зачем так много всего писать, если смысл, то, что было на 34 строке, и на 35-й никак не меняется. У меня есть возможность со стороны задать любое значение полю name. Что здесь я задаю напрямую, что здесь через setName. Я передаю любое, какое захочу, значение. Могу здесь все, что угодно написать, оно будет присвоено полю name. Зачем? Тогда, казалось бы, вот это вот все разворачивать и расписывать. А вот зачем. Давайте посмотрим. В методе setName мы можем установить одну, две, три, несколько, сколько угодно проверок. Проверок вот этого значения. На то, какая информация к нам идет. Давайте установим одну из них, самую простую проверочку. Если value будет передано значение, допустим, какое-то плохое, там, full. Все. А я не хочу, чтобы моему объекту дали такое имя. Я хочу запретить давать объекту такое имя. Все. И как только значение придет вот сюда, full, что я делаю? Я говорю, что name нужно присвоить не вот это значение value, которое пришло, а там пусть, ну, там пустую строку. Все. Иначе, если там написали что-то хорошее, все, или в данном случае все что угодно, отличное от full, пусть это значение будет присвоено name. Вот таким образом я могу свой объект защитить от какого-то нехорошего влияния. Здесь мы сейчас самый простой пример разобрали. Что если я сюда напишу full, вот здесь вот передам, то объекту mahaon полю name вот это значение присвоено не будет, несмотря ни на что. То есть мы запретили присваивать full как значение нашему закрытому свойству. То есть будет присвоено ничего. Все. Будет пустое. Значение пустая строка. Иначе, если мы вернем вот сюда сейчас адмирал, он спокойненько, это значение будет присвоено моему полю name. Вот таким образом. Теперь давайте поговорим о том, как правильно вы будете слышать название в профессиональной среде, и чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот этот метод setName называется метод мутатор либо setR. Давайте вот в комментариях запишем, чтобы вы видели и запомнили. Так. Метод мутатор. Все. Либо вы будете еще слышать, как setR. Он называется. А это getName. Метод аксессор. Метод аксессор. Либо getR. Вот так называется это метод. SetR и getR. Метод мутатор и метод аксессор. Все. Это должно у вас быть. Это лучше запомнить. хорошо. Теперь, вот теперь, когда мы с вами знаем, что такое метод мутатор, метод аксессор, мы сможем подойти к свойствам. Мы с вами сказали, что в классе могут содержаться не только поля и методы, это тоже методы, а могут содержаться еще свойства. Свойства и события. Мы с вами что такое поля уже разобрали, что такое методы мы поняли. давайте разберем, что такое свойства. Это тоже очень важно понять, потому что чаще всего, что там чаще всего всегда, на всех проектах, куда вы не придете, вы будете иметь дело со свойствами. Везде они есть. Так, вот это давайте сейчас я уберу. И вот все то же самое мы запишем уже другим образом, более правильным и принятым. Давайте создадим свойства. Свойства у нас всегда создаются открытыми. Public string name Значит, свойства это та же переменная, та же самая переменная открытого типа, но которая имеет что? которое имеет тело. Он нам подчеркивает, потому что мы тело еще не заполнили. Сейчас заполним, и он подчеркивает, нам не будет эту красную линию об ошибке. Так, set name уже нет, давайте уберем. Мы уже стерли эту функцию. Set name и сейчас перепишем наш код в более уже, скажем так, принятый вариант. Развернутый мы с вами разобрали. Теперь давайте будем разбирать свойства. Уже такой, скажем, свернутый вариант всех аксессоров и геттеров. То есть, свойства это сейчас надо понять, что это переменная с телом. Что содержится в теле? Давайте разберем. А в теле содержатся два метода. Метод set. Вот он. Метод set и метод get. Два метода. Set и get. Вот наш setter и getter. Где они находятся? В свойстве. Что делает setter, мы с вами знаем. Он присваивает значение закрытому полю. Давайте обратимся к закрытому полю name и присваиваем значение этому полю. В getter мы возвращаем значение. Давайте его вернем. Return и вот, пожалуйста, name. Вот мы с вами написали свойства. Значит, вы можете заметить, что мы с вами внутри свойства обращаемся к какому полю? к полю name. Так вот, свойства – это как бы оболочка над полем. Можно так это воспринимать. Свойства – это то, что обволакивает, защищает наше поле. И с помощью свойства мы уже будем присваивать значение полю и возвращать, получать данное значение. Свойства должно… Ну, вы можете любое имя, конечно, вот здесь дать. Любое. Но по правилам, скажем так, этикета программирования, свойства имеют точно такое же имя, как и поле, но с большой буквы. Если поля мы называем с маленькой буквы, вот, name с маленькой буквы, то свойства, которые будут обволакивать, защищать вот это наше приватное поле, будет иметь точно такое же имя, но с большой буквы. То есть свойства мы называем с большой буквы точно так же, как и поля. за которые они отвечают. Вот наш setter, пожалуйста, а вот наш getter. Также здесь можем все условия безопасности, какие хотим, хоть 25 условий прописать. И тоже обеспечить безопасность нашему приватному полю нейму. Хорошо. Это мы с вами разобрали. Это понятно. Вот он наш setter, вот он наш getter. Присваиваем значения, возвращаем значения. Но чаще всего, опять же, вы будете встречать другое написание. Есть сокращенное написание объявления свойств. Давайте с вами вот это закомментируем, чтобы оно у нас осталось. И я вам покажу, как вы будете это видеть на каждом проекте чаще всего. Вот здесь мы открываем тело нашего свойства. А здесь пишем setter и упоминаем getter. Вот, пожалуйста. Вот развернутый вид мы с вами написали. Вот он как выглядит. Смотрите, насколько строк он растянулся. И вот, пожалуйста, в одну строку мы объявили свойства. Это тема нашего сегодняшнего всего урока. Давайте теперь повторим, чтобы все это у вас осталось. Что вы должны знать из сегодняшнего урока. Сейчас повторим, потому что у вас будет домашнее задание, которое вы будете выполнять. И чтобы вам было легче его выполнить, давайте еще раз все повторим. С этого урока вы должны четко понять, что такое класс, чтобы мы к этому больше не возвращались. Из чего он состоит и как его создавать. Тоже четко должны знать. Что в классе может находиться и что определяют поля, методы и свойства. За что они отвечают. Это нужно знать. Ну и как ими пользоваться. Как пользоваться полями мы знаем. Свойствами. Свойствами как пользоваться. Давайте вот здесь. У нас есть свойство name. И давайте на махаон. Теперь объект махаон у нас есть. Обратимся к свойству name. Уже не к полю, а к свойству. Вот смотрите. Видите, оно есть. Вот оно. Свойство name. Все, выбрали его. И вот сюда присвоили значение. Пусть тот же адмирал, который у нас уже есть. Пусть он и будет. Так, здесь у нас подсвечивается. Потому что это же у нас не метод, это у нас свойство. Вот, пожалуйста. Так же, как и к полю мы обращаемся, так же обратились к свойству. И присвоили значение адмирала. Все. Все верно. Хорошо. Пользоваться, обращаться на объекте к свойству мы будем так же, как и раньше обращались к открытым полям. Ничего сложного нет. Значит, ваша задача с этого урока понять, что такое класс. Четко понимать. Мы это проговорили в начале урока. Можно вернуться и еще раз прослушать, что такое поля. Что такое методы, за что они отвечают. Что такое свойства. Гетер, сетер. Что такое. Как эта запись расшифровывается. И зачем вообще это все нужно. Ваша задача – это вынести сегодняшний урок и понять. Ну и уметь создавать объекты, экземпляры своего класса и обращаться к свойствам, к полям и к методам уметь. Это то, что мы сегодня должны с вами с первого урока вынести и запомнить. Значит, домашнее задание будет к описанию, приложено к этому видео. И на следующий урок будем с вами уже идти дальше. Все. Какие вопросы есть, можете писать в комментариях. И на все ваши вопросы я увижу и отвечу. Все. Тема вроде легкая. Мы ее разобрали. Вопросов каких-то недопониманий остаться не должно. Домашнее задание выполните. И можно будет идти дальше. Все, молодцы. Я вам желаю до следующего урока хорошо найти время, чтобы все это хорошо проработать, усвоить. И так постепенно-постепенно великие дела делаются маленькими шагами. Будете тоже хорошими программистами и уже работать в той профессии, которую вы выбрали, о которой мечтаете, наверное. Все. На сегодня урок закончен. В следующем уроке идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...